Ух ты, какой красавец. Да ладно, рукой напоймал. Вот такие малыши у нас водятся. Ага, отпусти его. Ни ветра, ни дождя, тепло. Шукарно вообще, просто хорошо. Летом в этих местах вообще красота. Все цветет, прозрачная вода, прям воздух такой. Сейчас я вам покажу, горы здесь такие красивые. Плаваем чисто с ружьями Вектор. Российское производство, поддерживаем наших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, приветствую всех вас на своем канале. Сегодня мы находимся на реке Уфимка. Конец марта. Осталось совсем недолго быть такой шикарной прозрачной воде. Буквально, я думаю, еще недели прозрак попадет. Сегодня мы плаваем чисто с ружьями Вектор. Российское производство, поддерживаем наших. Ну и конечно же будем искать трофейных щук. Таллам у нас приехал из Татарстана. Он у нас эксперт по самам. Всем привет. Надеюсь, что трофейного сама найдем. Новое место для меня, где раньше я не охотился. Надеюсь, все-таки найти трофейного сама или трофейную щуку все-таки. Как говорится, да. Ружье не подведет. Значит, найдем, да? Да. Артурик, сегодня тоже первый раз, да, с Вектором? Второй раз. Второй раз уже с Вектором? Все, тоже поддерживаешь отечественного производителя. Хорошее ружье, нравится. Да, ну, лупит оно, конечно, конкретно, да? И закачка хорошая. И точность, точно ружье. Ну, прозрак хороший. Я как бы хочу снова поплавать своим 95-мм Вектором. Ну что, погнали! Прозрак, конечно, шикарный вообще. Тут глубина метра три, да, пацаны? Да, вообще, красота просто. Для меня вообще это что-то немыслимое, космический прозрак. Шикарный, вот у нас в марте как раз, ну, функи такой, прозрачность воды. Ну, сейчас все начнет таять, и прозрак, ну, до метра где-то, полметра, метр будет, не больше точно. Михон, как у тебя сегодня настроек? Кстати, это наш Миша лодочник проверенный. Давно ты, да, не плавал с нами тоже уже? С осени. Летом в этих местах вообще красота. Все цветет, прозрачная вода, прям воздух такой. Сейчас я вам покажу, горы здесь какие красивые. Упаться охота в том, какая чистая. Вообще прозрак, конечно. Шикарный, да? Вообще. Красотищо. Передумал. Передумал. Осталось примерно 500 метров до нашего места, с которого мы начнем. Будем стараться искать хорошую щуку. Ну, и, конечно же, крупнулся такая. Ну, как наговорил наш гость из Татарстана, он нам сегодня найдет сама. Вон там вездеход, да, стоит, смотри. Кто-то, видимо, охотится. Там видно. Погода сегодня просто шепчет. Шикарная, да, прям. Да, отлично. Мы сегодня выехали, пока разложили. Сейчас время уже 4, да. Ну, часа 3-4 у нас есть на дивную охоту. Если не получится ничего найти, попробуем немного и ночью. Обходи, обходи ее, Михон. Смотри. Хорошая. Турнала, что ли? Ну. Давай, пацаны, вы тогда проверьте. Немного точки, я чуть-чуть левее зайду. Мужики, ну давай, не пуха вам. Они на этом берегу сейчас поплыут. Мы с Мишей чуть отъедем ближе к центру и будем искать там свои трофеи. Прозрак был шикарный, но, к сожалению, я забыл крепление для камеры и изоленту. Поэтому придется нырять с коротким ружьем. А длинный мой вектор оставим до следующих охот. Течение на Уфимке очень быстрое, особенно на фарватере. Можно сплавляться, практически не работая ластами. Прозрак вообще классный. Здесь даже можно не нырять, метра три с половиной где-то. Выше по течению сбрасывает воду Павловская ГЭС. Из-за этого плывет много мусора в воде. Ведь уже весна, все понемногу тает, истекает в реку. Но зато есть открытая вода и возможность охотиться круглый год, даже в сильные морозы. Друзья, сейчас появится ссылка на мою зимнюю экстремальную подводную охоту в реке Уфимка, где мы охотились порядка 6-8 часов. И все-таки нам удалось найти трофейных щук. Ссылка будет еще в описании к видео. Ниже по течению на дне начала появляться трава, в которой могут стоять головли и ези. Но сегодня тут было пусто. Артур тоже рыбу пока не видал. А ныряли мы уже порядка 30 минут. Таулан вдалеке подал сигнал нашему лодочнику Миши. Он забирает меня, и мы едем к нему. Под клап лишь. Все. Ого! Таулан рукой, да, поймал? Вот такие малыши у нас водятся. Красавчик. Ладно, отпусти его. Поехали. Вот Радмир обныривает ямку. Ямку нашел. Найдет трофей, не найдет. Нам трофеи нужны. Мелкая рыба не нужна. Здесь такая небольшая ямка, метров 5-6, наверное. Нормально. Пока немного мелковато тут. Там ямка была пустая. Поэтому поедем подальше, посмотрим еще. Смотри за окраиной, покажи там. Там аптеки. Поехали забирать. На Клис вышло, да, легко? Нет. А? Стой. Миш, тормози-ка. Давай, давай. Я сегодня могу ждать чуть-чуть. Воду добавьте, что ли? Вот, все. Есть, что? Пусто? Сейчас поедем на другую точку, еще глянем. Это льдиный плавает, смотрите. Поехали, механ. Ордурчик. Ордурчик. Первый ордур. 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 Природа, конечно. Смотри, Миш. О, какой. Мелкий. Тоже небольшой. Пускай растет. Да. Мы такую не берем. Нам такие не нужны. Мы приехали за щукой. Хариус небольшой тоже вышел. Но у нас Хариус, к сожалению, брать нельзя. Талант! Ближе к сюда, держись! Миша. Миша. Мелкий судачок на течении стоит. В этом месте мы нашли небольшую стаю стерляди, предлагаю вам посмотреть эти красивейшие кадры, снятые тремя нашими камерами. Приятного просмотра, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Другисней инью вылова не нарушаем все четко отдохнули зато какая красота вообще под водой вообще красотища просто вы не маните меня то я тоже сейчас в одежде сегодня погода правда прям для нас не ветра не дождя тепло хорошо шикарно вообще то что хорошо попили чай немного пообщались продолжаем сплавляться по течению сейчас будет моя первая встреча с неплохим язем но к сожалению промах даже немного расстроился ведь у меня обычно так если в первую промазал то потом охота не удается балет хороший язь был пока плыл себя снимал резко блин прям вышел на меня чуть-чуть рядышком попал были жалко заснять не получилось все поищем друзья как вы заметили я постоянно охочусь маски саламар новых с очень мягким силиконом маленький под масочным пространством а также крутым дизайном желающим приобрести сейчас будет ссылка на нее нашем интернет-магазине а также в описании к видео ну и конечно же скидка на покупку 10 процентов по промокоду подвох прошло примерно полтора часа моей охоты по рыбе было пусто прозрачность воды стало хуже из-за сильного сброса воды с газа ну и заходы солнца за горизонт поэтому решая взять основной фонарик и включить так же подствольник с фонарями все-таки видимость немного лучше наконец-то долгожданная встреча с рыбой ну что друзья начало есть я уже думал за первую свою промаху ничего не возьму такое у меня уже было на охоте пару раз точно взял что нет да блин едет догнал честно говоря какой красавец 1 есть красавчик были для укаферс метров 10 за ним гнался ну догнал как говорится немного поснимал артура и таулана который усердно искали свои трофеи решая сделать еще тут пару нырков и снова встречаю мелкую стерлядку который стоит на течении среди камней а вот тот самый момент когда плывешь сверху неожиданно появляется стайка рыбы разбегаются глаза и ты не знаешь кого из них стрелять еще плюс не слабое течение времени особо целиться нету беру немного наперед в итоге промах эх, чуток не попал повезло этому упитываемый изюк а мне нет но я особо не расстроился от этой обычной речной ясь а это уже мой крайний нырок в данном месте и вновь стерлядочка глядишь так пару лет и в Уфимке уже появятся хорошие экземпляры которые будут плодиться и в реке снова будет много осетровых пообщавшись с Артуром и Тауланом мы принимаем решение подняться далеко в сторону плотины пока мы ехали до плотины наступила ночь сброс воды стал сильнее было много мусора и прозрак ухудшился встречалось много интересной рыбы но особенно мне запомнился этот момент это уже небольшая стайка а 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 и вот Впереди меня ждет еще один приятный сюрприз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне хотелось все-таки взять трофеи покрупнее, поэтому продолжаю свои поиски. Слышали выстрел? Это кто-то из моих напарников. Походу что-то взяли. Мусора становится все больше. Приходится плавать почти у дна. Так видимость лучше и дальше. И прямо тут на меня выходит хороший ясть. И опять мимо. Сегодня изям точно везет больше, чем мне. Встречаю небольшую коряжку. Хорошее место для стоянки рыбы. Но почему-то тут ничего не оказалось. Ну а вот друзья, тот самый момент, ради которого пришлось проплавать около 7-8 часов. Встречаю я свою огромную трофейную щуку. И успеваю сделать выстрел до того, как она меня заметила. Странно, почему-то она стояла головой по течению, а хвостом против. Обычно такие щуки стоят наоборот. Возможно, кто-то из моих напарников вспугнул ее. Щука не маленькая. И дает хорошее сопротивление. Хорошо, что есть катушка, которая сразу срабатывает. И не позволяет рыбе рвать себя. Попал я точно в верхнюю часть спины. Поэтому особо не беспокоился о сходе. Самое мягкое место у щуки это живот. Обычно при попадании в живот щука рвет себя и сходит. Конечно, потом погибает. Бывали моменты, что на Уфинке я встречал таких же больших щук. Только мертвых. Которых течением прибивало к какой-нибудь коряге. Ох, какой крокодильчик. Просто красота. Субтитры добавил DimaTorzok вот такая красавица трофеечек подожди сейчас тихо 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 я вообще не ожидал что а такая крупная будет красота на забирай ори какой хороший все видео мой сегодняшний крокодильчик хороший так вот на скидку килограмм 8 9 точно будет хороша сколько михон 8 10 10 может 9.9 с половиной точно будет пацаны пока висит свой трофей гермомешок ну сегодня у нас не так все просто получилось да миша вообще сколько часов плавлю считаю ездили на новое место как оказалось что там кроме мелкой стерляди ничего не было в целом я доволен своей первой трофейной щукой 2023 на реке уфимка пока записывали видео дефигасе она даже не слышно ее не видно было в саре там баллон что ли что это да это все славян грибе крот артур что есть что-нибудь? да еще кузел покажи крупные ну не знаю не знаю вот неплохая килограмм полтора точно где где-то все ага нормально айда куда наверху поедем да ладно что там есть что о щучка да о чихонько нормально хады тоже вот по щуке взяли красавцы молодцы хороший еще килограмм по 4 по 5 и туда молодцы талант уже все сидит ждет артура теперь можно ехать на берег и отдыхать подводная охота все-таки у нас удалось ну что друзья вот так закончилась наша охота порядка 7-8 часов мы были в воде для тех кто думает что подводная охота это легко и просто надеюсь вы убедились что на самом деле это трудоемкое хобби которое требует терпения желания ну и конечно же удачи согласен таула конечно согласен на берегу когда сидишь смотришь очень прекрасно и очень легко а когда вникают все эти события начинаешь уже понимать что ныряние на глубину время проведенное в воде все равно отнимает много сил и энергии и энергии так что друзья не забудьте поставить нам лайк подписаться на канал всем трофеев и чистой воды и 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